добрый доктор арболит никогда не используйте этот материал в строительстве чтобы 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 не пожалеть всем привет с вами компания строй frost и я игорь костенко в этом ролике мы поговорим с вами о материале арболит много про него рассказывают так ли он хорош как о нем говорят и так допустим вы решили построить гараж и начинаете задаваться вопросом а из чего бы его построить и в процессе поисков в интернете наверняка вы встретитесь с этим чудо материалом под названием арболит почти как арбалет удивляюсь до сих пор почему из него не строят космические корабли как тебе такое иван при этом этот материал часто очень сильно расхваливают и почему-то замалчивают о его недостатках но мы с вами сегодня будем максимально объективны поговорим как о плюсах так и о минусах этого материала давайте разберемся что же такое арболит арболит это строительный материал из которого изготавливают блоки довольно крупного размера они бывают длиной 500 и 400 миллиметров а высотой 300 а чем-то напоминает пеноблок только гораздо тяжелее так вот состоит этот блок преимущественно из деревянных щепок перемешанных с цементом и специальными присыпками химическими чтобы эти щепки не гнили внутри этого блока то есть получается некий такой микс из органических материалов в виде щепок и неорганических в виде цемента и химии но в целом как никогда точно будет метафора эти блоки делают из говна и палок в прямом смысле в основном арболитовые блоки используют как раз таки в малоэтажном загородном строительстве я себе с трудом представляю такую историю что построили многоэтажку из арболита ну или я хотел бы на это посмотреть но хорош стебать этот материал в целом он неплох неплох опять же для каких-то конкретных задач очень даже и хорош начнем с того что он довольно легкий такой блок большой весит порядка 16 килограмм ты вам благодаря этому из этих блоков легко и быстро возводятся стены арболит является достаточно эластичным материалом и при усадке он не дает трещин да кстати говоря арболитовым стенам свойственна усадка важно это иметь в виду также из основных плюсов можно выделить то что арболитовые блоки очень легко обрабатываются их прямом смысле слова можно пилить ножовкой по металлу но там же опилки а еще этот материал довольно прочный в интернете есть ролики где реально кувалды по нему бьют и всего лишь небольшие вмятинки образуются за счет того что там высокая степень пластичности да и апогеем всех этих преимуществ нужно выделить то что арболит очень недорогой материал действительно возвести из него стены по стране с другими материалами будет стоить существенно дешевле просмотрев эту часть ролика может сложиться впечатление что это идеальный материал просто иди покупая и строя из него на здоровье но давайте поговорим еще и о минусах они тоже есть и начнем наш хит-парад недостатков этого материала с того что он впитывает отлично воду чем это чревато там как мы помним составе деревянные щепки эти щепки напитывают воду и хоть там добавляется специальные реагенты которые противостоят тому чтобы эти щепки начинали гнить плесневеть но на самом деле по опыту этого недостаточно и арболит если он начинает мокнуть периодически он прекрасно гниет в нем развивается плесень а это просто враг номер один в любом здании про плесень я обязательно сниму ролик расскажу чем так опасно плесень внутри здания напишите в комментариях если тема вашего здоровья и плесени вас тоже беспокоит обязательно поговорим на эту тему другой раз второй существенный минус заключается в том что так как эта структура очень такая хаотическая внутри этого блока то там есть пустоты и эти пустоты у некачественных блоков а еще задачка со звездочкой действительно найти поставщика который производит качественные блоки но об этом мы попозже поговорим так вот из-за наличия пустот внутри блока он очень хорошо продувается согласитесь так себе история когда вы построили дом баню или гараж из арболита и у вас очень высокие теплопотери хотя по паспорту арболит обладает высокой энергоэффективностью в теории и возвращаясь к тому что арболит является влагопроницаемым материалом представьте себе ситуацию что мокрый блок на морозе начинает трескаться и тут его не спасет даже высокая пластичность потому что как известно вода замерзая сильно увеличивается в объеме и тут уже будет прям беда и напоследок не могу не сказать о том что химические добавки внутри арболитовых блоков это тоже очень спорный вопрос по сути есть гост который регламентирует полностью процесс создания этих строительных материалов но соответствие изготовленных блоков реально госту мало кто проверяет и почему-то мне кажется вообще никто не проверяет поэтому внешне отличить хорошие блоки от плохих очень очень непросто это раз во вторых для того чтобы блок как можно дольше не гнил и не плесневел можно знатно переборщить с химическими добавками внутри этого блока и тут уже становится вопрос о безопасности насколько безопасно жить в здании стены которого просто обработаны и состоят из химических присадок препятствующих гнили но и последний недостаток это не идеальная форма арболитовых блоков до ему очень далеко до идеальной геометрии газобетонных блоков поэтому здесь при кладке стен нужно будет все это выравнивать это дополнительные трудности но но еще немаловажно то что виду недостатков которые мы озвучили ранее а именно влага поглощения арболит обязательно отделывать как с внешней стороны так и с внутренней поэтому здание из арболита построена только что вот как говорится с иголочки выглядит ну очень не очень ну что давайте подводить итоги мы поговорили о плюсах и минусах арболита знаете что я думаю на самом деле вот реально когда прогресс двигается вперед и приходит новые материалы технологии зачем зачем строить из того что было создано еще в советском союзе до много вещей было создано тогда очень хороших и до сих пор актуальных но про арболит я так сказать не могу специфический материал и очень противоречивый если у вас стоит выбор из чего построить гараж ну точно не из арболита не хер его есть технологичные быстро возводимые сэндвич панели из которых гаражи получаются ну просто конфеты а узнать больше о строительстве гаражей сэндвич панели вы можете на нашем канале подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока а